Продолжение следует... В 1960-е годы уже, увы, прошлого века писала промоционную работу по метрике у Михаила Леоновича Гаспарова. В поле внимания попали и латышские народные песни «Дайвен». С метрикой более-менее, но к своему стыду, констатировала, что не очень-то понимая, что за сыновья Бога и дочери Солнца, что за богиня Мара, да еще чудесный какой-то дух, который растет посреди моря на острове с золотыми ветвями, медленными корнями и серебряными листьями и тому подобное. Где искать ответ? Книга Вячеслава Всеволодовича Иванова и Владимира Николаевича Топорова «Исследования в области славянских древностей», их статьи по балтийской мифологии, а также исследования Татьяны Владимировны Цевьян, помогли поднять за весу чудесный и таинственный мир латышских дар, за что им всем благодарны. Речь в нашем докладе пойдет о демонстративном поведении, которое можно назвать ритуальной агрессией. Качественным материалом избраны латышские народные песни дайны. По-видимому, некогда ритуальная агрессия выключала как вербальную, так и невербальную часть, но в дайнах представлена только первая – вербальная. За ритуальной агрессией, выраженной в вербальной форме, обычно последовал словесный ритуал умиротворения, но обо всем по порядку. Ритуальная агрессия проявлялась в основном на праздниках димнего и летнего солнцестояния, взаимосвадки и янедрена. Кроме того, во время уборки урожая, когда для совместной работы собрались вместе с соседями, ритуальная агрессия играла заметную роль также во время свадебы. Словесную агрессию во время янедрена по отношению к хозяевам выражали так называемые янедрены, яновые дети, гости из соседних домов, по очереди песнями, обходящие все дома в округе. Во время Рождества это были ряжены, в латышский кекатас, на свадьбе роль гостей играли родственники жены. Обычно это происходило во время песенной перепалки, так называемая абдедашна, между гостями мужа и гостями жены. В общей сложности это представляет около трехсот-четверо стиши в корпусе ДАИН. Достаточный материал, чтобы увидеть в нем следы праздничных ритуалов. Что собой представляли словесные требования и за ними последующие угрозы? Требования гостей касались в основном еды и питья, то есть угрещения. На явно в день гости требовали пива и сыра на Рождество пива и мясной еды. Первые две строчки четверо стиши обычно выражают просьбу угощения. Вторые две четверо стиши саму угрозу, если просьба не будет выполнена. Например, в буквальном переводе «Добрый вечер, хозяин ядного праздника». «Угостишь меня пивом? Если не угостишь пивом, растопчу твое ячменное поле». Или в другом тексте «Если не угостишь меня пивом, колосья ячменя вырастут некачественными». Или «Зайцы съедят ячмень» и тому подобное. В стадионе на более новых текстах гости к хозяину обращаются уже с требованием угостить водкой. Вторая часть угроза несколько отличается от тех текстов, которые требуют пива. «Если хозяин не подаст водки, гость грозится растоптать ржаное или льняное поле, засаженную капусту и разломать стебли конопли, разворошить все это свои ногтями». То есть здесь не упоминаются угрозы по отношению к ячменному полю. В других же текстах гости требуют, чтобы их угостили молоком и сыром. В случае отказа грозятся растоптать пастбище и побросать туда камней. В данном случае обращение уже не к хозяину, а к хозяйке дома. «Дай мне сыра и молока, хозяйка, я пас твоих коров. Если не дашь сыра и молока, твоих корову будут яловинцы». Или «Не буду в следующем году пасти твоих коров грозяться». Самыми молочными считали пестрые коровы. Поэтому в случае не угощения грозили тем, что новые телята родятся не пестрыми, а темным бурами. Угрозы включает и намек на деструктивный поступок. Цитирую. «Если не дашь сыра, обломаю рога твоим коровам. Или растоптаю посев, если не угостишь водкой». Угрозы же ряженых на Рождество частично аналогичны таковым во время празднования Ярного дня. Хозяин, который не угостит пиво, предрекает, что ячмен не будет расти. Но в основном со стороны ряженых звучат угрозы совершить какое-либо деструктивное действие. Цитирую. «Если не будет угощения, загородим дверь дома». Это еще ничего. Остальные угрозы куда сильнее. Цитирую. «Не уйду раньше, пока не отрублю голову у петуха. И не сломаю жернова». Данные угрозы мотивируются тем, что петух якобы рано поднимает на работу. А работать на ручных жерновах тяжело. Как будто все верно. Но почему-то грозятся заодно сделать ребенка, дочери хозяина. Оряженные девицы и того хуже. Грозятся, что сделают ребенка парню. Цитирую. «Не пойду домой, пока не сделаю пакости. Отобью угол стола и сделаю ребенка парню из крошки хлеба и пены пива». Таким образом, угрозы на Иванов день и Рождество касаются преимущества двух вещей. Урожайности и плодородия. Это основные составляющие традиционного жизненного уклада земледельца. Прежде чем перейти к рассмотрению возможных глубинных причин, несколько коснемся тех угроз, которые произносились и во время свадьбы. В основной массе они подобны уже рассмотренным. Гости просят водки. А если водки не будет, закроют двери, так что нельзя будет открыть. Брат невесты грозится не оставить дом сестренного мужа, пока не обломает угол стола, а также ножки, скамеек и стульев, якобы с печалью, что должен оставить свою любимую дорогую сестру в чужом доме. Звучат также угрозы отрубить голову петуха, но больше всего сделать ребенка девицам, присутствующим на свадьбе. А со стороны девиц сделать ребенка парнем. «Пришла я на свадьбу, и вот что я сделала. Разбила глиняный сосуд и сделала ребенка парню. Эска за сатна, агда, маска, дубиен, подарию. Эссаплея сумау, подкуй, шандару, подайсяю». Но и гости со стороны мужа не остаются в долгу. «Посылая гостей жены скорее домой, а если те не уберутся добровольно, то спроводят их кочергой». Что это все может означать? Во-первых, очевидно, что во всех случаях имеет место словесный поединок между двумя противоположными сторонами. Те, которые представляют домашнее пространство, и теми, которые представляют чужое пространство. Чужие требуют, причем в довольно агрессивной форме. Хозяева же отвечают также по колкостями и угощают или не угощают. Сторону гостей представляет один главный, наиболее храбрый, так сказать, вожак. Другие повторяют за ним. Сторону домашних во время Рождества и Яного дня представляет попеременно то хозяин, то хозяйка. Им подпевают все домашние. Здесь имеет место определенного рода иерархия. Главные или главные, и ему помогающие или подпевающие. В этом действии нет спонтанности. Заранее распределены как роли, так и тонально с текстом каждой страны. Это ритуал, который повторялся, уже не повторяется, повторялся из года в год. Все все знали, но свято соблюдали. Здесь уместно сослаться на книгу австрийского этолога Конрада Захариуса Лоренца. Агрессия, так называемое зло, вышедшее на немецком в 1963 году, в русском переводе в 1994 году. Он по многолетним наблюдениям, как среди животных, так и среди людей, сделал заключение, что, цитирую, смещение, переориентация, нападение – это, пожалуй, гениальнейшее средство, изобретенное эволюцией, чтобы направить агрессию в безопасное русло. От Рождества до Января у членов коллектива накоплялась не только позитивная, но и сверхопасная негативная энергия. Зависть, что у соседа выросло или появилось то, что выросло или не появилось у тебя. Праздники солнцестояния – время, когда происходит переориентация агрессии с настоящей на игровую посредством ритуала. Основные объекты зависти – это и пища, это и секс, или точнее размножение людей и домашнего скота, а также состояние имущества. Чтобы не рассориться по-настоящему, люди ссорились и выражали ритуальную агрессию. Роль хозяев было умиротворение соседей путем богатого угощения. Заодно, как кажется, гости выполняли еще одну важную, весьма важную функцию. После того, как они были угощены, они пожелали хозяевам пополнения всякого добра. Таким образом, во время праздника восстанавливались и укреплялись дружеские соседские связи, которые в повседневной жизни могли давать трещину. На свадьбе же впервые встречались в основном друг к другу до этого незнакомые родственники со стороны невесты, с родственниками со стороны жениха. Жениховые родственники часто имели претензии к невесте, невестинные же родственники к женику. Чтобы претензии не вылились в драку, необходима была ритуальная разрядка. Одна достигалась способом, как ни странно, пения. Подметив недостатки у невесты или ее родственников, сторона жениха начинала как бы спонтанно сочинять и высмеивать замеченные недостатки сатирических песен. Со стороны гостей невесты последовал не менее колкий ответ. Данное состязание продолжалось до тех пор, пока репертуар не исчерпался. Следовало, затем следовало ритуальное примирение, также в виде песни. Это, конечно, не исключало того, что, набравшись горячительных, кто-то и начинал драку. Там уже было не до песни и ритуальных угроз. Дело привлекали сколье, пруты и подобное. Но это в крайнем случае, так сказать. Если же песни с ритуальными угрозами возымели успех, следовало обильное угощение. Тут в основном пивом и водкой. Знак благодарности прежние хулители переходили на восхваление и пожелание скорейшего потомства молодым. Вряд ли все так идеально было в традиционном мире. Случалось разное. Но в основном переориентация накопившейся агрессии усилиями двух сторон кончалась удачно. В 1955 году, то есть 10 лет после войны, уже упомянутый мною Конрад Лоренц в статье о убийстве сородичей писал, цитирую, «Сегодняшний цивилизованный человек вообще страдает от недостаточной разрядки инстинктивных, агрессивных побуждений». Конец цитаты. По прошествии более чем 60 лет можно сказать, что и современный человек страдает от этого же не меньше, если не больше, чем в середине прошлого века. Что делать? Ведь так, как пели наши предки, уже не получается. Не хватает ни креативности, ни жизнерадости, ни чувства юмора. Да и чего выпрашивать водку и еду, если этого всего на праздничных столах предостаточно. Вопросы пока без ответа. Агрессивные побуждения, если лечится, то, наверное, только любовью. Продолжение следует...